Александра Артёмова Шёпот ветра Холодные волны Северного моря шуршали о песок, оставляя пену. На песке сидел мальчик, 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 ну хорошо. На песке сидел мальчик, он рисовал что-то веточкой. Северный ветер нашёптывал ему свою песню и ласково трепал его волосы. К мальчику подошла мама, чтобы сказать, что пора домой. «Не мешай», — шепнул ей Северный ветер. «Он творит». И чуткая мама этого слышала. Ну или, может быть, ей просто показалось. Она села рядом и молча наблюдала за сыном. Мимо проходили люди. Те из них, кто не имел детей, тихо умилялись и думали о том, что матерью быть очень легко и просто. Те же из них, кого судьба детьми наградила, думали о том, что материнство — это очень тяжкий труд. Подростки же вообще проходили мимо, просто их не видели. Старички думали о том, что мать совсем ребёнка заморозила. И некоторые даже не стеснялись ей об этом сообщить. А мама их как будто не слышала. Она всё ещё помнила голос ветра. Или, может быть, ей это показалось? Она подняла красивую ракушку и протянула её сыну. Он взял ракушку и положил её в кармашек. — Пойдём домой, мама, — сказал мальчик. Они встали, взялись за руки и пошли. — Спасибо! — прошептал северный ветер молодой женщине, ведущей за руку ребёнка. Она была чуткой и услышала его. Теперь она точно знала, как звучит голос ветра. Она запомнила это навсегда. Пойдём домой. — Да мы дома. — А, ну да, я забыла. — Ой! — Что случилось? Сердце заболело? — Нет. Кажется, я услышала шёпот ветра. — И что теперь? — Ну что теперь? Теперь я не могу молчать. — А, вот в чём дело. — Ну да, да, только подожди, подожди. Мне нужно немножечко подготовиться. — Ну давай. — Ну вот, я готова. Читаем дальше. — Читаем. Александра Артёмова. По следам северного ветра. — Уля и Юля сидели на подоконнике многоэтажки, свесив на улицу ноги. Ветер ласкал девичьи пятки, а пятки от такого обращения были просто в восторге. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Юлины ноги изобразили в воздухе шаги. — Смотри, я иду по ветру. — Ага, все нормальные люди стараются держать нос по ветру, а ты просто на него залезла. — Да где ты тут нормальных-то нашла? А вот ещё есть выражение «поймать удачу за хвост». А я ловлю за хвост ветер. — Ну, у ветра же нет хвоста. — Что-то ты захихикала. — Да. — А откуда ты знаешь? Ты что, его видела, что ли? Юля хитренько глянула на подругу. Ульяна улыбнулась и промолчала. Девчонки продолжали болтать ногами. Было что-то удивительно волшебное в этом моменте. Долгожданные весенние лучики солнца ласково грели. Ага. А высота, на которой находились пятки, будоражили сознание. А широкий подоконник придавал чувство безопасности. Ну, а ветер развлекался тем, что щекотал своим хвостом голые пятки, забавляясь девичьим смехом. Ага. Субтитры подогнал «Симон»!